Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как обычно, информационная служба батальона ХАН, и я ее ведущий, заместитель командира батальона по работе с личным составом Оржан. Сегодняшний анонс того, что вы увидите в этом выпуске. Пробежимся по линии фронта, затем посетим импровизированную выставку вооружения, устроенную не по своей воле военно-промышленным комплексом Украины. Ненадолго заглянем в кабинет главы республики, где он дал жесткий ответ тем украинским политикам, которые спят и видят себя в НАТО. Наконец, побываем с вами на двух полигонах. Сначала под Торезом, где так замечательно начался танковый биатлон, затем, к сожалению, омраченный трагедией. Потом на нашем, где идут обычные, но в то же время скрытые от посторонних глаз тренировки бойцов под руководством командиров, ставших на этой войне профессионалами. Попробуем, как обычно, чуть приоткрыть занавес. Итак, пожалуй, начнем. За прошедшую неделю вооруженные силы Украины нарушали 40 раз режим прекращения огня. В течение последних 15 дней противоборствующей стороной применена 152-мм артиллерия, а именно артиллерийскому обстрелу подвергся населенный пункт Безымянное. По нему украинские силовики открывали огонь с Мариупольского направления, с населенного пункта Бердянска. За этот период регулярно со стороны населенного пункта Авдеевка и вентиляционного ствола шахты Бутовка и 120-мм минометов и стрелкового оружия подвергался обстрелам на остродальный населенный пункт Спартан. Огонь велся с позиции все той же 93-й отдельной механизированной бригады, командиром которой являются преступники каратель Николюк. Кроме этого, по данным нашей разведки, 20 сентября банк группы неподконтрольных украинских националистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали выяснять отношения с военнослужащими вооруженных сил Украины, результатом чего стал 4-х часовой бой в черте населенного пункта Авдеевка. Пытаясь скрыть следы своего преступления и обвинить вооруженные силы республики в попытке наступления, украинские преступники открыли беспорядочную стрельбу из минометов и зенитных пулеметов по настрадальному Спартаку. Также обстрелу из стрелкового оружия и БМП подвергались населенные пункты Зайцево и Жаричево, Александровка и Трудовские. Коротко о новостях из Незалежной. В течение месяца Украина восстановит заброшенный военный городок в Ивано-Франковской области, чтобы разместить на его территории новую 10-ю горную штурмовую бригаду. На пресс-конференции по этому поводу прозвучало заявление о том, что целью формирования бригады является защита от гипотетических территориальных претензий на Буковину со стороны Румынии. Подобные части, если так дальше пойдут дела, предлагаю разместить и на границах с Венгрией, Словакией, да и Польше очень опасно. Оно как захочет Львов вернуть, где в свое время училась вся польская элита, небезосновательно считая этот город культурным центром всей Речи Посполитой. А вы не забыли официальную ноту венгерское правительство, где жестко было предложено Порошенкам, Яценникам и Ярошам не трогать, а лучше вообще не замечать, этнических венгров, живущих на украинской территории, пригрозив даже вводом на эти территории, ограничена контингента венгерских войск. Ну а такие элитные войска и без современной украинской чудо-техники, это моветон, друзья. Вот, к примеру, черепаха-мобиль. Тьфу ты, бронемобиль для карликов ОВА, житомирская бронетанка завода. Я так думаю, он изготовлен для следующей, сбился со счета какой уже мобилизации. Готовьтесь, господа карлики, ну то есть, рост которых не превышает полтора метра и вес не более 55 килограмм, в службе в элитных бронетанковых войсках. Из ноу-хау. Экипаж карликов в кабине водителя сидит с задницами на горячем двигателе. Компоновка боевого отделения – это что-то нечто. Узкая, тесная, низкая. Вместо сидения лавка по центру. Единственный вариант добраться до боевого модуля – встать на сидение по центру. Отсутствие бойниц для стрельбы из машины. Ну правильно, зачем такому экипажу огнестрельное оружие? От одного вида этого бронегурятника разбегутся все сепараты. Жаль только ГАЗ-66 выпуска 1964 года. Он-то уж точно ни в чем не виноват. А как вам новый украинский ударный вертолет с кухонной вытяжкой, который уже покорил сердца многих, став посмешищем, тфу ты, в который раз оговариваюсь, конечно же, военным хитом сети. Скоро он должен поступить на вооружение Национальной гвардии. Однако эксперты разглядели, что в качестве боевой машины будущего представлен советский Ми-2, снятый с производства еще в начале 90-х. Оснастили свой вертолет ученые умы пулеметом, гранатометами и ракетами. А левую выхлопную трубу прикрыли нечто похожее на кухонную вытяжку. В сети такой инновационный подход уже вызвал шквал шуток. И это мягко сказано. Зато топливо еще как может экономить. Долетает до врагов, выключает двигатель, дает залк Нурсами, и его импульсом отдачи отбрасывает на родной незалежный аэродром. Необычными боевыми машинами Украина удивляет не в первый раз. В числе самых обсуждаемых разработок была, например, бронемашина Тортилла, созданная из гусеничного трактора и цистерны. Запомнился и броневик Кугоа. Обычный японский внедорожник, усиленный двухтонной броней, из-за чего он может передвигаться только по асфальту, а любая кочка превращается в непреодолимое препятствие. Наконец, уже неделю продолжается экономическая блокада активистами правого сектора полуострова Крым. Я вот только никак не пойму, кто и кого блокирует. Товар как поступал на территорию полуострова, так и поступает, имея в виду переправу через Керченскую протоку. А вот сотни, если не тысячи украинских рефрижераторов, заблокированных вооруженными гарными хлопцами, вот это и есть самое, что ни на есть блокада в чистом ее виде, только самих себя с вытекающими отсюда последствиями, как то порча товара и разорение, соответственно, мелких и средних предпринимателей украинского разлива. Ну да бог с ними. Наказывают сами себя, может это своеобразное божественное самоочищение, не знаю. А вот то, что подтягивают бронетехнику границы с Россией, имея в виду Крым, не иначе, как буквальное исполнение новой военной доктрины украинской, где черным по белому написано «Война с Россией представляет наивысшую степень опасности и угрозу для государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». Это указано в тексте документа, опубликованном на сайте президента Украины на прошедшей неделе. Но и это еще не все. Бывший президент Украины Леонид Кучма, как официальный представитель Порошенко на переговорах в Минске, там же заявил, что, мол, у государства Украины нет альтернативы, кроме как немедленного вступления в НАТО. И это говорит человек, который в течение двух президентских сроков убеждал нас, что только Союз с Россией спасет украинцев от происка внешнего врага. Только внеблоковый статус – путеводная звезда для Украины в политическом мировом небосклоне. Заявления Порошенко и его представителя на минских переговорах Кучма о необходимости вступления Украины в НАТО направлены на разрушение минских соглашений. Если Украина начнет готовить референдум о вступлении в НАТО или другие процедуры, то ДНР сразу выйдет из минских соглашений и приступит к очищению от киевской оккупации всей территории Донбасса. Уверен, что и многие другие регионы Украины в этом случае выйдут из ее состава. Жестко считаете? А как прикажете разговаривать с взорвавшимися политиками, для которых люди – это пешки в шахматной игре на поддовки? Приходится напоминать господам Укропам, что люди – это не пешки. Как по мне, так глава республики еще мягко высказался. Я бы, как человек, не обремененный никакими политическими рамками, сказал бы «жестче», «намного жестче». Ну и так, по-моему, хорошо. Так держать, Александр Владимирович. Напомню, что генсект НАТО Столтенберг находился с визитом на Украине 21 и 22 сентября по приглашению президента страны Петра Порошенко. Вот и стараются политические украинские негодяи выслужатся перед своими заокеанскими хозяевами. Кстати, по поводу референдума. Опрос, проведенный на интернет-ресурсе «Русская весна», о принялом участии более 15 тысяч человек, показал основной и главный вектор, куда необходимо двигаться в политической элите нашей республики. Почти 70% опрошенных респондентов свое будущее связывают исключительно с Российской Федерацией. Ну а батальон продолжает жить по своим строго установленным канонам, делая небольшую передышку в тяжелых запредельных тренировках на участии в различных публичных выступлениях. Вот и на этот раз одно из подразделений приняло участие в открытии республиканских соревнований по танковому биатлону, где лучшие из лучших, имея в виду танкистов армии ДНР, будут в течение трех дней соревноваться по умению преодолевать различные преграды, метко стрелять по неподвижным и движущимся целям, и еще многое и многое другое, что может и должен уметь танкист современной армии. Наши же ребята задали общий тонус всему празднику, который начался на полигоне в Торезе, показав высочайшее мастерство в осуществлении таких методов разведывательно-диверсионной работы, как засада, захват автотранспорта противника, умение мгновенно принимать нестандартные решения в противостоянии с противником. Ну а искусство рукопашного боя, способы борьбы с врагом, вооруженным холодным и огнестрельным оружием, всегда вызывали у зрителей повышенный интерес. Восторжи многочисленной детворы вызвало умение наших ребят голыми руками разбивать различные предметы, как то кирпич, черепица, шлакоблок. Надо было видеть лица, в первую очередь мальчишек, когда они лицезрели подвиги наших бойцов, получивших в стенах нашего батальона знания и навыки, которые не только помогут выжить в бою, но и защитить слабо, а в реалиях непростой жизни на гражданке. И вдвойне обидно и горько, что военно-спортивный праздник, так замечательно начавшийся, затем был омрачен диким терактом, унесшим жизнь 11-летняя ребенка. Это всех нас вернуло в ту суровую действительность, в которой еще не окончена война, и враг стоит на пороге наших домов, и расслабляться нельзя. Помнить каждую минуту, каждую секунду, что среди нас есть враги, которые виртуозно скрывают свою личину, делая все, чтобы сорвать процесс мирного строительства молодой республики. Знаете, господа Порошенко и иже с ним, когда-нибудь придет расплата и в ваш дом, и в вашем, не нашем доме, загласить не своим голосом мать, на свою беду родившая на свет такое чудовище, как вы. Сейчас вспомнил одно стихотворение, написанное в годы Великой Отечественной войны, военным корреспондентом, журналистом, поэтом, человеком с большой буквы на конец, Константином Симоновым. Сегодня, 26 сентября, главному подлецу всей Украины 50 лет. Долго думал, какой подарок от себя лично сделать кровавому диктатору Порошенко. Думаю, вот отрывок из знаменитого стиха Симонова и будет моим персональным подарком этому негодяю. Надеюсь, что свой следующий день рождения он отметит не в кресле президента, а на скамье подсудимых. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его померкнуто стоял. Так хотел он. Его вина. Пусть горит его дом, а не твой. И пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья. Понапрасну пусть будет ждать. В унисон вышесказанному состоялся у меня разговор с одним из лучших бойцов нашего батальона с позывным «двойка». Разговор, который не планировался заранее, а как-то так произошел само собой в перерывах между занятиями на нашем полигоне. Когда усталые ребята, прикрыв на десяток секунд глаза, кто где основал себе трон на лежбище, а их командиры, а к ним несомненно относится и наш герой, обдумывает, что уже сделано и что на сегодня предстоит еще сделать. Вернее, на какие ошибки обратить внимание ребят, чтобы это спасло им жизнь в реальном бою. Вот, пожалуй, и все, что успели рассказать вам в этом выпуске, друзья. Берегите себя и до новых встреч. Берегите себя и до новых встреч.